Необычный проект реализовали в преддверии праздника Победы сотрудники областного краеведческого музея и представители троллейбусного парка. Теперь экскурсия для горожан начинается, как только они переступают порог транспортного средства. В его салоне удачно разместилась подборка репродукций плакатов и картин, созданных в годы военного лихолетия. Конечно, прежде всего это нацелено на то, что наши горожане, когда проезжают, пускай по месту работы, пускай куда-то на какое-то мероприятие, они могут ознакомиться, гости нашего города Бреста могут ознакомиться тоже с этой экспозицией. И во время перемещения почитать о том или ином событии, это очень интересно, и мы надеемся, что эта память будет из поколения в поколение передаваться, и таким образом мы будем увековечивать эту память. Поэтому, я думаю, тема достаточно интересная, и я очень благодарен, что и наши субъекты хозяйственные идут навстречу по реализации ряда проектов, а также мы совместно с областным краеведческим музеем, с Алексеем Владимировичем и его руководителем реализовали достаточно такую неплохую идею. Этот троллейбус будет курсировать по всем городским маршрутам, он в том числе работает и на дизель-генераторной тяге, то есть он может работать даже без контактной сети. Это интересная тема в том плане, что война наша, это, в общем-то, наверное, затронуло всех нас, и большинство, наверное, из наших предков, скажем так, касались этой очень нехорошей, самой кровавой, наверное, войны на всей планете, то, что было. Вот, в частности, в моей семье материны и братья все четверо воевали, и как ни удивительно, все четверо вернулись. На протяжении нескольких месяцев обновленный троллейбус будет выходить на разные маршруты, чтобы как можно больше людей узнали об этом историческом проекте. А тех, кого интересуют необычные и редкие экспонаты, ждут в стенах областного краеведческого музея. Здесь заработала экспозиция «Не смолкнет слава тех великих лет». Более 80 представленных предметов экспонируются впервые. Выставка насчитывает более 80 предметов, которые принадлежали и защитникам Брестской крепости, и участникам освобождения Бреста, штурму Берлина, известным нашим землякам, брещанам и жителям Брестской области, которые унесли огромный вклад в дело победы. Открытие выставки прошло в режиме онлайн. В рамках телемоста состояло сообщение поколений. На связь вышли ветераны Великой Отечественной войны, дети и внуки легендарных освободителей, а также руководство города и области. Кроме того, участники онлайн-дискуссии первыми совершили виртуальную экскурсию по новому вернисажу.